всем привет сегодня я буду пересаживать свой филадендрон розовая принцесса и добро пожаловать на мой канал меня зовут маша надо было сначала об этом сказать ну добро пожаловать это будет одно из первых видео на моем канале новым поэтому присоединяйтесь подписывайтесь кто не подписан это новый канал я ушла со старого там у меня будет больше влоговый канал сейчас будет этот будет больше по растениям ну точнее только по растениям я разделяю темы иначе получается путаница у меня я решила вот так вот немножечко темы разделить на том канале будут влоги а на этом будут только растения вот сегодня я пересаживаю филадендрон розовая принцесса и в нем еще в этом мху стоит алаказия блоквельвет который от которыми остался только один пенечек мы сейчас его достанем и посмотрим вот алаказии вырос маленький корешочек и начали открываться листики мы эту алаказию посадим обратно в мох и пускай на там себе растет и я смотрю кто-то по ней ползает что-то мне не нравится это вот эти вот которые не вредят но они живут в почве я не помню как они называются но в общем я ее опрыскаю сейчас тоже от вредителя когда все сделаем потому что я не хочу что-то кто-то ползал тем более что с моим рядом с моим филадендроном новым это моя новинка этот филадендрон он пришел у меня во мху и стоял какое-то время пускал корни вот посмотрим что он тут не напускал вообще что-то тут есть или нет мне так показалось что есть но что то есть сейчас не уверена может быть я рано начала его пересаживать так вот еще одна луковка от алаказии вот такая и это уже обратно в мох посажу а филадендрон так один корешочек у него почему-то сломанный а второй есть но он но его надо освободить от мха прирост тут в роз я бы сказала он уже почему-то наверх полез поэтому я подумал что здесь много корней и думала надо его сажать я так понимаю что я наверное рано до раз уж начала буду сажать что поделаешь так нет это один корешочек который разветвился я вижу в роз в мох и вот дает корешочки в разные стороны и мы сейчас прям с этим мхом я думаю и посадим ничего страшного но по максимуму постараюсь освободить по-любому в грунте у меня мог будет поэтому не страшно так ну вот это оставлю пускай а вот вот уже почти почти ну вот эти капелюшки не буду уже трогать вот я жду чтобы он дал ростик но пока роста никакого не вижу ладно посажу насчет теплички не знаю нужна ли ему тепличка ей ему филдендрон розовая принцесса филдендрон он розовая принцесса она так вот в общем ладно это мог который мне прислали у меня есть свой мох я уже сходила набрала и тоже я его посажу и обработаем так значит что у меня тут есть у меня есть намешан грунт это универсальная земля торф перлит вермикулит мох вот тут мне какой-то был но я еще добавлю сейчас когда буду делать потому что тут половина не совсем хорошо перемешана потому что мне нужно будет из остатков еще кое-что там со стрептокарпусом пересаживать вот и тут еще по моему чуть-чуть серомиса есть что же еще наверное все наверное все вот как то я что-то намешала что было то и получилось вот так ну что ж вот такой череночек меня спрашивали я заказывала почтой за 1200 плюс пересыл за почту конечно получился так куда его посадить не знаю слишком большие по любому надо сажать что-то прозрачное чтобы видеть корешки да вот так вот посажу сейчас и хочу муха туда добавить побольше этот грунт так надо еще отверстие сделать да я делаю просто беру стаканчик и вот с двух сторон делаем ой я не показала в общем отрезаю вот так и получается отверстие вот эти штучки выкинем а то они в грунт попадают и посадим немножечко вот так вот мха земельки мха так нам надо чтобы корешочки попали в землю не страшно если он будет криво стоять и вы сейчас вот так вот заглублю так вот этот пенечек я оставляю как бы на поверхности немножечко чтобы было видно когда он даст ростик когда пойдет у него поросль новая от этого листочка ну по идее должно все быть хорошо очень надеюсь сверху тоже мог кладу потому что он еще маленький просто в земле ему еще рано жить еще у меня малыш малыш такой малышок и можно даже в первое время в тепличку поставить ну не знаю у меня уже без теплички давно стоит есть ли смысл наверное уже нету так вот такой вот филадендрончик розовая принцесса ну что остается только надеяться на лучшее я вот подписывала вот такой вот бирочкой главное тут корешок не тыкнуть этой бирочкой так ну вот и все не знаю уж как его поставить все ну и обязательно подпишу конечно еще купила такие ножи столовые но это больше для больших растений подойдет вот здесь вот подписываете втыкаете тоже прикольненько решила попробовать такой способ тоже так ну что в мох посадим лаказию она отлично будет расти но наверное ей нужно все таки тепличку ну как тепличку просто накрыть полиэтиленка какой-нибудь да вот вот сюда же и посадим сейчас мы вот эти здесь подпишем тут мох который мне в котором привезли немножко грязненький свой то я очищаю ну в нем особой разницы я и не вижу поэтому смысла нет наверное свой пересаживать ну вот надеюсь аллаказия пойдет в общем аллаказия у меня была хорошая у нее было два листа когда она ко мне попала потом она почему-то начала отсушивать портить листья потом потом вообще все листья подпадали со временем и остались пенечки пенечки очень ну пенечек один эту вот детку я нашла потом когда откапывала пенечек вот пенечек вообще стал это так стоял и стоял и стоял и наконец-то я посадила его убрала вообще из грунта и посадила его в мох ему вам ху понравилось и так что я думаю когда он вырастет когда все будет хорошо а я в этом прям уверена не знаю почему ну прям надежды у меня сразу появились потому что он стоял нормально ой стоял стоял а тут вдруг ожил прям я радуюсь в общем как то так пускай они там растут себе и растут попрышку от вредителей кто там полз и в тепличку накрою чем-нибудь пакетиком каким-нибудь вот этот вот эти травинки меня раздражают во мху так ладно эти два сделали и в общем из оставшуюся земли я думаю земли немножко осталось чтобы ох это была еще детка она испортилась паутинка лаказии лаказии я про нее забыла но те нормальные те живые в общем есть у меня стрептокарпус у него очень много корней большие листья довольно такие это детка стрептокарпуса который я заказывала тоже по почте этим летом паутинка сорт и у него вот корни много наросло ему не хватает мне кажется не хватает ему место поэтому я хочу его посадить более просто перевалить горшочек покрупнее а точнее в стаканчик так стаканчик я возьму от сорта д.с. лена он у меня цветет вот такое первое цветение вот такое два цветочка полу раскрывшиеся поэтому потому что это первое цветение и в общем этому стрептокартусу постоянно не хватает воды вот сколько я его не поливаю ему все мало мне кажется что ну как я его конечно не заливаю но поливаю чуть больше чем всех остальных а ему все равно мало поэтому я думаю что я его перевалю тоже в стаканчик даже не в стаканчик даже наверное вот такой горшочек у меня есть пускай растет разрастается раз уж ему хочется так расти так весь дренаж убираю не нужно так а сюда посажу паутинку стриптокартусы очень любят пересадки особенно когда это питательный грунт они конечно будут в восторге так что я думаю паутинки будет хорошо не так уж давно я его сажала но когда я его сажала 11 июня прошло полтора месяца он уже весь горшочек оплел корешками вот побольше грунта с перлитом с вермикулитом знаете какой мне сейчас нравится перлит и вермикулит я прямо вот тащусь крупный такой хороший это фаска у нас тут рядом завод находится и поэтому очень много во всех практически магазинах этот фаска ну мне очень нравится земля не знаю не помню нравится она мне или нет вроде ничего было когда-то я брала ну точно уже не скажу давно это было у меня просто есть запасы торфа на даче большие мешки по-моему агробалт какой-то не помню ну в общем какой-то мне его надо использовать поэтому я сейчас особо земли не покупаю только когда там в москве когда сдачи не могу привезти тогда могу купить редко покупаю поэтому как-то не запоминаю вот теперь он будет кайфовать у меня этот стриптокарпус ох как ему хорошо то будет сейчас мне кажется ему понравится эта земелька более питательная главное не залить стриптокарпусы очень не любят залив и засуху тоже не любят поэтому я поливаю их каждый день и помаленечку так ну что попробуем в горшочек тебя посадить надеюсь не залью буду прям по капельке поливать побольше перлита вот кладу вот с этой стороны вот с этой стороны у меня намешано побольше перлита и может быть заглублять ой наоборот сильно не буду закапывать много вот так вот пусть лучше пониже растет все равно у него эти его листья они будут летать так хоть они немножко на опоре будут ох ему тоже понравится главное чтобы он не попал в руки моему мужу у меня в москве там растения на все лето остались с мужем мы то на даче живем и вот там уже первые потери есть к сожалению но этого не избежать тут как бы выбор стоит между нашим здоровьем чтобы мы на даче жили и между растениями между моим хобби конечно приходится изворачиваться крутиться некоторые растения сюда забирать самые-самые любимые важные ценные или которые ренимашки какие-то которые требуют неусыпного контроля но те которые я оставляю я должна быть готова к тому что приеду а их не будет в живых вот кактус уже ой кактус кактусов у меня нету ананас ананас комнатный очень любимый мой к сожалению уже сгнил под неусыпным контролем мужа поливом ну что я сделаю ничего не сделаю я к этому готова была поэтому поэтому не расстраиваюсь тем более что я родственникам давала детки этого кактуса и эти детки они уже там сами разрослись и у них есть детки от этих деток причем это был это уже второй кактус который мы залили ой кактус чего я его все кактусом называю потому что он такой колючий этот ананас комнатный так что возьму у родственников потом детку от той детки которую давала я им когда-то от этого ананаса ну вот смотрите какая красота получилась о как вам видите какие листья здоровые выросли очень быстро они растут ну не знаю по крайней мере на даче у меня очень быстро это была когда-то маленькая малюсенькая детка представьте и она уже цветет уже вся разрослась и по-моему кстати говоря тут две розетки да она раздвоилась здесь смотрите вот одна вот и вон там не знаю видно или нет вот одна а вот это вторая вот это с большими листьями это вторая розетка поэтому и цветоносов столько ну ничего себе вот так вот разрослась вот так вот представляете из маленькой детки все когда я в июне заказывала вырастают такие большие растения и уже цветут ну все сейчас я их подпишу и все и пускай они у нас растут красиво и радует нас ну что подписывайтесь на мой канал всех приглашаю подписаться это кот у меня тут мяукает рядом лежит ничего не подумайте мне будет очень приятно если вы меня поддержите подпишитесь на этот мой новый канал я буду здесь показывать пересадки все свои растения в общем все что связано с растениями моей жизни я их очень люблю и буду выращивать вот а на предыдущем канале я думаю что я буду показывать тоже свои растения но не так часто думаю какие-то обзоры может быть общие а здесь уже более конкретно буду все показывать и рассказывать подписывайтесь на мой канал в описании под видео есть ссылочка на мой тик ток я создала тик ток с растениями инстаграм мой инстаграм он общий мой личный ну если вы пришли не просто с этого просто случайно набрели на это видео подписывайтесь на мой влоговый канал там тоже про растения очень много я много лет веду свой канал там очень много про растения в плейлистах смотрите подписывайтесь ну в общем то и все всем спасибо что смотрели меня всех люблю всех целую удачи чтобы ваши цветочки хорошо росли и радовали вас всем пока 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 удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok